Приветствую, коллеги! Пара минут полезной информации от ОМЗАП. С 29 октября 2023 года снова изменились правила уплаты утилизационного сбора. Рассказываем, кому придется платить больше и почему. Что такое утилизационный сбор? Утилизационный сбор – это разовый платеж в пользу государства, который необходимо заплатить при ввозе автомобиля в Россию. Как задумывалось, эти деньги, а это сотни миллиардов рублей, будут потрачены на утилизацию машин, ведь со временем они придут в негодность, и дальнейшая эксплуатация будет невозможна. На сайте Минпромторга сейчас действует опубликованная программа по перечислению субсидий предприятиям, занимающимся утилизацией транспортных средств. Но она имеет отметку неактивная. На 2023 год сумма запланированных средств – 0 рублей. Или сайт плохо работает, или деньги с утиля еще не дошли. Что же на самом деле скрывается под страшным словом утилизационный сбор? Как многие догадываются, это заградительная мера, направленная напротив теневой части серого автомобильного импорта. По задумке Кабмина, эта мера защитит российских автопроизводителей и принудит китайские автоконцерны к более углубленной локализации своего производства в России. Также она должна поставить в равные условия официальных продавцов, дилеров и физические лица, которые занимаются коммерческой деятельностью, так называемых перекупщиков. Напомню, что совсем недавно вы могли самостоятельно прилететь в Армению и купить там автомобиль с американского аукциона. Ну, допустим, Мазду 6 за миллион рублей с пробегом до 100 тысяч. И поставить его в России на учет. И потратить на оформление, ну, менее 100 тысяч рублей. Естественно, государство не могло игнорировать негативные последствия серого импорта. Перекупщики, которые возят автомобили и перепродают их в России, не обеспечивают конечных покупателей дальнейшим гарантийным и сервисным обслуживанием, необходимыми запчастями и комплектующими. Главная цель любого перекупа – это 7-минутная выгода. И чем больше этой выгоды, тем лучше. Нужно понимать, что обычный перекупщик – это фактически посредник, который стремится заработать на вас. Естественно, велика вероятность, что такого рода частные дельцы будут делать все, чтобы максимально избежать дополнительных плат в бюджет. Именно поэтому основная часть всех истеричных видеороликов по последним поправкам ФЗ номер 392 записана именно перекупами. Что нужно знать простому автолюбителю, если он самостоятельно захочет сегодня пригнать себе автомобиль из-за границы? Новый автомобиль. Главное, что вы все так же можете рассчитывать на льготный утиль в размере 3400 рублей. Но есть один нюанс. Как мы помним, с 1 августа размер ставок утилизационного сбора очень сильно вырос. Но в большей мере это затронуло только юридические лица. Для простых людей возможность платить утилизационный сбор по льготной ставке оставили, но с рядом оговорок. Теперь в страну на себя можно заводить по льготной ставке всего лишь один автомобиль в год. Помимо этого, если вы привезли условный Эксид с объемом двигателя 2 литра и заплатили утилизационный сбор в размере 3400 рублей, то продавать такой автомобиль нельзя в течение года. В противном случае придется доплатить разницу 302 тысячи рублей, которая ложится на плечи покупателя. Если он не сделает этого, то автомобиль на учет он не поставит. И вроде все бы ничего, но новые автомобили тут же отреагировали на это повышение. Так, завод «Москвич» поднял цену своего кроссовера «Москвич-3» на те самые 300 тысяч рублей. Китайские производители делают это постепенно. В свою очередь, «АвтоВАЗ» заявил, что повышать цену на свои автомобили он не намерен. Так как все модели «Ладо» имеют минимально необходимый уровень локализации в нашей стране, чтобы полностью избежать уплаты утилизационного сбора. 29 октября были внесены очередные изменения в механизм уплаты утилизационного сбора. И многие владельцы автомобилей, которые были завезены на территорию нашей страны и стран ЕАЭС, столкнулись с проблемой. Владельцев начали требовать заплатить утилизационный сбор в размере от 306 тысяч до 1 миллиона рублей. А все из-за того, что «Мимпронтонг» решил уточнить порядок определения автомобилей для личного пользования. Согласно новому определению автомобиля для личного пользования, в постановлении появился пункт о том, что автомобиль должен быть растаможен по пассажирской таможенной декларации. Согласно этому новому пункту, автомобили из-за границы должны быть везены напрямую в Россию или Беларусь. А вот если автомобиль был везен в Казахстан или Киргизстан, то это уже не подходит. Так как в этих странах автомобили не таможатся по пассажирской таможенной декларации. Так как для нее применяется таможенная ставка в 48%. А в этих странах таможенная ставка намного меньше. И только при условии полной таможенной ставки под 48% владелец может рассчитывать на льготный размер утилизационного сбора в размере 3400 рублей. Но также не стоит забывать про условный. За год на себя можно перевезти только один автомобиль. В противном случае можно все так же гнать автомобили через Казахстан и Киргизстан. Но придется платить уже не льготный утилизационный сбор, а коммерческий от 300 тысяч рублей. И все бы ничего, но про данное нововведение никто не сообщил простым людям. Огромное количество потенциальных автовладельцев, которые привезли себе автомобили через Казахстан или Киргизстан, столкнулись с проблемой в ГИБДД. Такие автомобили отказываются ставить на учет и просят заплатить утилизационный сбор по полной программе. Причем не важно, что автомобиль пришел в нашу страну до 29 октября, то есть до вступления поправок в силу. Что же мы имеем в сухом остатке? Автомобили из-за границы все так же выгодно везти, но не под полные пошлины в 48%, а под коммерческий утилизационный сбор. Автомобили все так же будут стоить дешевле, чем у нас, но сумма сэкономленных средств уменьшится на те самые 300 тысяч рублей. Если бы продавцы автомобилей не пытались обмануть государство, то гайки бы в очередной раз так сильно не закрутили. А если будут найдены новые схемы ухода от оплаты утилизационного сбора, то вероятнее всего гайки затянут еще жестче. А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. До новых встреч. Пока.